Дыни из Узбекистана, арбузы из Казахстана. Уже месяц прилавки овощных киосков и торговые ряды вдоль дорог наполнены этими товарами. Но многие уссурийцы опасаются покупать арбузы столь рано, ведь сезон в Приморье еще не начался. А мы рискнули. Этот 11-килограммовый красавец родом из Казахстана. Сейчас мы проверим его на качество в нашей лаборатории. Как только образец поступает в токсикологический отдел, его готовят к исследованию. Проверяют ложную ягоду на нитраты. Но специалисты лаборатории успокаивают. Сами по себе эти вещества опасности для человека не несут. Опасные их производные нитраты в организме человека превращаются в нитриты, которые дальше отравляют организм. Под действием химических реакций, которые там происходят. На самом деле те нитраты, которые поступают из овощей и фруктов, ну и зелени различной, они превращаются даже в полезное вещество в нашем организме под действием желудочного сока, который называется оксид азота. Наш арбуз разделили на две части. От каждой взяли по кусочку на анализ. Образец измельчили и отправили на исследование. Спустя пару минут результат готов. Этот арбуз проверили на нитраты. Он показал, что к употреблению применяется, потому что количество нитратов было 13 миллиграмм на килограмм. А норма допустима? А норма 60. Местные фермеры свои арбузы повально на прилавки не несут. Пока подсчитывают убытки от недавнего паводка. Под крауновкой Гектор Бахчи простоял в воде три дня. Сейчас вроде продолжают дальше жить. Начинают свисти, плите распускаться. Сорта, обычные сорта. Продюсер, сахарный малыш. Пока в хозяйствах успели снять плоды ранних сортов. Основной урожай из Бахчи уссурийские производители рассчитывают получить в конце месяца. Наталья Зайцева, Николай Ларченко, Телемикс.